Вот ты уже научился выполнять свои обязанности, теперь следующая у тебя важная задача называется практика молитвы. Если ты не умеешь подчинить свое сердце Богу, если ты не можешь о нем помнить, ты не можешь как бы ему служить в своем сердце, бесполезно все остальное. Потому что это единственная сила, практика молитвы, которая способна противостоять энергии времени. Вот приходит время, и оно наваливается на нас время, что значит у каждого свое. Кто-то не может жениться, кто-то не может быть здоровым, кто-то не может на работу устроиться. И здесь не надо бегать и устраиваться. Некоторые люди думают, я мало бегаю, чтобы устроиться на работу. Время преодолевается с помощью памяти о Боге. Есть две силы всего, влияющие на нас в этом мире. Одна сила называется энергия времени. У Бога есть две энергии всего, которые на нас влияют. У Бога первая энергия времени, которая называется наказание или испытание. Для чего она нужна? Чтобы мы развивались. Вот для чего сейчас коронавирус пришел? Это милость или проклятие? Это милость. Как определить, что это милость? Смотрите, земля очищается. Меньше углекислого газа, меньше производства. Земля очищается. Раз. Люди крепнут. Или умирают, если не хотят крепнуть. Это уже их выбор. Вот сейчас есть выбор у нас. Или мы крепче становимся. Или если хилый, сразу в гроб. Ну то есть, или мы принимаем бой, или идет война. То есть, идет вирус, объявил нам войну. То есть, или мы сражаемся и побеждаем. Но надо знать, как сражаться. Нужно изучать, что такое здоровый образ жизни. Война означает знание, так же там нужна наука. Вот. Или мы сдаемся, и тогда будем побежденными. Означает укрепление. То есть, вирус пришел для укрепления человека. Это называется судьба. Судьба всегда испытывает человека, укрепляет его. А есть вторая сила еще. Бога. Как она называется? А? Любовь или милость. Запомнили? Есть судьба, то, что нас мучает. А есть то, что избавляет от мучения. И у человека есть только один способ контактировать с милостью. Это служить Богу. Есть разные здесь, как бы, варианты служения Богу в целом. Но все они записаны в Священных Писаниях. Служение Богу это что такое? Это не бросать жену ради Господа. Ради Бога не бросать жену или мужа. Это называется идти честно жить. То есть, есть заповеди. Служение Богу означает выполнять заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот. Верь больше всего в жизни не людям, а Богу. Его на первое место поставь. Он выше всех в жизни. Означает милость выше времени. То есть, тебя только Бог спасет. Когда придет время, тебе никто не поможет. Только твои отношения с Богом. Заповеди дальше, не лги, не применяй без необходимости насилия. Прощай. И так далее. Вот эти все вот заповеди, они означают, что Бог радуется в сердце, если так делает человек. Но делать так трудно. Вот прощать, не лгать, это трудно. Но радость Бога приходит в сердце. Радость означает милость. Милость, что значит? Победа над судьбой. Вот, допустим, ты жену не бросаешь, хоть она ведет себя плохо. И по-доброму к ней относишься. Что ты в это время делаешь? Быстро отрабатываешь свою плохую судьбу. Это значит, что скоро ты будешь счастлив в личной жизни. Прямо с этой женой. Люди не верят, что это возможно, а это возможно. И так, нельзя терять себя. Нельзя, когда тебе плюют в лицо, нельзя считать, что это хорошо. Ну, то есть, предательство только измены простить не могли. Ну, то есть, нельзя предательство принимать как все нормально. Ну, то есть, за предательство человек должен раскаиваться. Иначе ты теряешь себя, живя с таким человеком. И изменяй сам, не позволяй другим. Если сделать человек, это наказывай его. Не злобой, а дистанцией. Итак, практика молитвы. Раздавать милостыню. Быть верным. Прощать. Терпеть. Не применять без необходимости насилие. Ну, то есть, все это нужно. Для чего? Для того, чтобы стать человеком. Человеком. Да. Потому что есть люди, нет, которые всем недовольны. И это называются злые люди. А есть добрые люди. Что значит добрые люди? Это значит люди, которые не завидуют, не злятся на других людей. Они способны принять, терпеть. Это значит, что эти люди терпят свою судьбу. Кто такой злой человек? Не терпит свою судьбу. Вот допустим, мы часто думаем, да я хороший человек. Вот допустим, когда я становлюсь злым? Вот допустим, я с женой общаюсь и начал на нее орать. Я добрый человек или злой? Злой. Почему я начал на нее кричать? Почему? Потому что я не выдержал. А почему я не выдержал? Потому что милости не хватило. Так вот, запомните, добрые люди, это те, у которых достаточно контакта с Богом. Поэтому, чтобы быть добрым человеком и побеждать судьбу, иначе она тебя выведет из равновесия обязательно, для этого нужно раздавать милостыню, прощать, ходить в храм, молиться. То есть выполнять то, что Бог нам рекомендует для того, чтобы наполниться этой энергией, способной преодолеть судьбу. То есть есть судьба, есть милость, и она должна, какой баланс должен быть? Милости должно быть больше, чем судьбы всегда, хотя бы чуть-чуть. Иначе судьба тебя угробит, она тебя сделает злым человеком. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Ну то есть станешь диким человеком, злым, плохим. Почему? Потому что не хватает сил жить. Не хватает сил жить. Силы берутся от природы, это энергия Бога, от добрых людей и от Бога самого, от заповеди.